Девушки отдыхают Может он как кукушка? Яйца обмезду уже кому-нибудь подкинул? Пусть сначала скворечник заведет, а то за такие дела можно в другой скворечник получить Куда? Товарищ капитан, разрешите? О, Красильников, а ты когда жениться-то успел? Ну, мне очень надо Товарищ капитан, ну, ему очень надо Балышник, сержант Ну, бери Спасибо И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я иду Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я Сидим в одном ряду Слушайте, Сухой, одолжи телефон Сейчас сбрасывает? Ну да. Сейчас. Держи. Спасибо. Ну возьми трубку, пожалуйста, Марина, возьми. Алло, Марин, подожди, подожди, не бросай трубку, нам нужно... Ну нет. Ну что? Да похоже, что все. Да ладно тебе, Крась, еще не вечер. Кстати, уже вечер. Да я образа. Я тоже. Я слушаю, Гончар. АГС-17М. Прошифровывается как гранатомет танковый. Ну если А-1, наверное, сначала все-таки автоматический. Так точно, автоматический гранатомет танковый, модернизированный, калибром 30 мм, вес 18 кг. А со станком? 45. 44 с половиной. Дальше. Вес гранат 350 грамм. Скорострельность достигает до 400 выстрелов в минуту. Дальность выстрела прямого 2 километра. Это по какой высоте цели? По какой высоте цели? Ты же армеец, Гончар. Ты мне ответ должен шпарить, как очередь из этого самого гранатомета. Что я из вас сегодня вытягиваю, как веревками все? Назначение гранатомета. Ну, противопехотное средство. Средство, Гончар, бывает противогрибковое, противовоспалительное и глистогонное. А это оружие, гранатомет, противопехотное оружие. Ясно? Так точно. В чем разница между выстрелами ВОК-17 и ВОК-17М? ВОК-17 это обычные выстрелы, а 17М это осколочные гранаты. И все? И все? Красильников добавишь? Головной взрыватель ударного действия. Взрыватель взводится на расстоянии 30 метров от дульного среза. Радиус сплошного поражения осколками 7 метров. ВОК-17М? Ага, М. У него взрыватель с самоликвидатором, выставленным на 25 секунд. Может рваться в воздухе и получается что-то типа шрапнели. Угу. Учись, Гончар, как нужно отвечать. Садись, Красильник. Есть. А это ведь вчерашние школьники. Товарищ полковник, я в отличие от них стрелять из гранатомета умею. Я просто умными словами не могу высказать. А мы эти умные слова, Гончар, в конспекте записывали. Еще они есть в наставлении по стрелковому делу. Нужно просто учить и читать. Читать и учить. Садись, Гончар, три. За что, товарищ полковник? За мямление у доски, недостойное звание сержанта. К тому же армейца. Товарищ полковник, я в армии эти гранатометы на плечах таскал. Вот за это, Гончар, и три. А так было бы два. Садись. Есть. Не ожидал я тебя. Слышишь, Красильников, давно я тебя хотел спросить, у тебя башка не болит? Не понял. А что тут непонятного-то? Мне просто интересно, а когда мозги выпирают, это больно или нет? Что ты хочешь, Гончар? Я? Я ничего не хочу, просто мне не нравится, когда ты знания свои на показ выставляешь. Здесь девчонок нету. Перед кем ты выпендриваешься? Да при чем тут выпендриваешься? Я твою теорию на стволе гранатомета вертел, ты понял? Ну и верти себе дальше, что докопался-то? Да ты сначала АГС на горбу потаскай с коробкой в 30 гранат. Потом выпендривайся. Если надо будет, потаскаю. Да видел я таких деловаров в армии. На марш-броске с ящиком патронов. Языки на плечах, а потом в санчасти ходят петухами. Че? Да пошел ты. Я тебе сейчас так пойду, знай, как хренов. Опять началось? Ну, зашлись. Ладно, потом поговорим. Здорово, Шелик. О, привет, Сырников. Слушай, говорят, вы сегодня всем взводом в город рванете. Да люди вообще много говорят. Откуда знаешь? На крыла этой ракете принесли. А, понятно. Да приказ мебель ветерана перевести. И, в общем, дело-то плевое. А уже все училище, похоже, знают. А что за ветеран-то? Да наш из кремлевцев. Один из тех, что под Можайском воевал. Под личным контролем Романенко. Ясно. Ты излагай свою проблему, а то у меня времени нет. Будильник нравится? Хорошая машинка. Твои? Загнать бы надо. Загнать? Ну да, ты в городе можешь узнать, где и почем? А где я узнаю? В комиссионке. Ты где последний раз в Москве комиссионку видел? Слушай, Сырой, ты дуй в увал и сам со своими курантами разбирайся. Шулик, мне деньги уже в воскресенье нужны. Приценись хотя бы. Да, хороший компас. Значит так. В четвертом батальоне ротному на юбилей подарок ищут. Ну, один из всех хотят подарить. Курсанты мелочь собирают, а вот офицеры вроде серьезные деньги хотят вкладывать. Понимаешь? Сведешь? Ну, свести не сведу, а встречу организую. Ну, договорились. Давай. Алло, Марин. Как ты сдала? Молодец. А что еще осталось? По гистологии? Понятно. Слушай, я хотела тебя спросить. А что там у вас с Димой? Да нет, просто интересуюсь. Ну, не хочешь говорить, не надо. А ты не хочешь с ним поговорить? Он у меня как раз в кабинете сидит. Алло. Алло, Марина, ну так нельзя. Алло, Марина. Бросила трубку. Светлана Кирилловна, может, еще раз позвоним? Просто по-другому у меня никак не получится связаться. Слушай, Дима, она трубку не возьмет. И потом, ты помнишь, как все начиналось? Сначала ты просил меня познакомить с ней, я тебя познакомила. Теперь ты проешь позвонить. Ты не чувствуешь, что нарушается какой-то логический ряд. Светлана Кирилловна, мне очень нужна ваша помощь. Дима, ну ты же мужчина. Ну попробуй сам разобраться в этом. Светлана Кирилловна. Слушай, а тебе на занятия не пора? Товарищ мой. Так, курсант Красильников, идите, пожалуйста, на занятия. Есть. Тут бы со мной разобраться. Вот адрес. Держи. Ветерана зовут Алексей Георгиевич. Повторите. Алексей Георгиевич, товарищ майор. Полковник в отставке. Прийти, доложить, выполнить. И чтобы все в лучшем виде. И ничего учти. Романенко держит это дело под контролем лично. Понятно? Так точно. Разрешите выполнять. Выполняйте. Есть. Шурика. Здорово. Здорово, Красильников. Слушай, ты в город? Да, а что? Дело есть. Да вы что, заговорились сегодня, что ли все? Толяныч, передай письмо. Адрес на конверте. Да вы оборзели первый курс. Одному часы, другому письмо. Ладно, хоть не на другом конце Москвы. Подожди. У тебя же увал завтра. Ну да, увал завтра. А мне сегодня передать нужно, срочно. Толяна, выручай. Ну, каждая минута на счету. Поверь, по ерунде я в тебя не беспокоил. Ладно. Давай на почтовые расходы. Полтинька хватит? Ты где в Москве такие цены виден? Сотку давай. Чего я сегодня добрый такой? Спасибо. Давай. Здравствуйте. Светлана Кирилловна, здравия желаю. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Расписание изучаете? Да, вот пишу расписание. Лекция по гигиене. Понятно. Да, гигиена – вещь полезная. Пока никто не отменял. Здрасте, здрасте. Свет, я заходил к тебе, а тебя там не было. Я была во втором батальоне. А что ты по телефону не отвечаешь? Я тебе звоню, звоню, ты трубку не берешь. Ну, может, объяснишь, что происходит? Я, конечно, могу объяснить все, что происходит. Но вряд ли вам это нужно. То есть, что значит, вряд ли мне это нужно? В чем дело? Зачем тебе все это надо? Вот смотри, я пришла к тебе домой, убралась. Тебе это не понравилось. Когда сослуживцы на нас смотрят, ты руки отдергиваешь. Сейчас с тобой мы общаемся, как была партизана. Прости меня, пожалуйста. Я действительно веду себя иногда, как ребенок, как в детском саду. Не то, чтобы мне было стыдно, нет. Но, может быть, как-то быстро все... Я не могу это объяснить. Это само собой происходит. Рефлекторно, что ли. Мне вообще кажется, что наши отношения, ну, происходят на каком-то рефлекторном уровне. Простите, мне надо идти. Здравствуйте, Артур. Доброе утро, Светлана Кирилловна. Здравия желаю, товарищ генерал-натенант. Здравствуй, моя радость. Разрешите? Вот бумаги на подпись. Какие бумаги? Ну, как какие? Вы сами просили. Рапорта. Я просил? Да. А, да, просил. Пойдем в кабинет. Так, внимание, третий взвод. Важная информация, пока пара не началась. Так, завтра воскресный увал, да. Списки согласны очередности уже уродного. Так, наряд порочен в воскресенье. А, следовательно, пролет с увалом. Дежурный пороте. Лосинский. Я. Дневальный Полищук. Я. Красильников. Кончара, почему я? Потому что Скворцов самчастник. Ну, что? Ничего. Курсант Красильников, пойдете в наряд вместо боевого товарища. На тумбочке команда подавать не тяжелее, чем за парту умничать. Блин, ну не могу я в воскресенье, Кончар. Чего? А все типа могут, что ли? Ты что, курсант, обалдел? Ты и так с ночевкой уходишь. Серега, ну нафига ты так? Ему реально надо. Так, Суворовец, мне все равно надо или не надо. Понял? Ладно, Степ, не надо. Сам разберусь. Слушай, Кончар, ты что, специально? Больно надо. Мстишь мне за свои пробелы в знаниях? Ты же Красильников. Пошел ты знаешь куда. Да сам ты пошел. Чего? Так, отставись. Забыли, как навоевались уже? Достали. Так, подожди, Прохор. Я сейчас тут бразотоку и на что намотаю. Ты забыл, что перед тобой старший стоит по званию? Значит так, пока здесь старший по званию я, никаких разборов в роте не будет. Идите в увал, а там хоть бошки друг к другу подрывайте. Роту только подставлять не надо. Все понятно? Так точно. Так точно. Сели. Ну что, живи пока Красильников. Завтра уволи, поговори. Венчан. А как вы завтра разберетесь, если он в наряде? А его там не будет. Он у меня в увал падет. Там поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам кого? Ты Марина? Ну, я. Тебе вот передали. Если ответ оперативный будет, я могу и подождать. Ответа не будет. Почему? По жизни. Ну, как у вас все запущено. Что-нибудь обратно будем передавать? А ты вот, а ты передай. Знаете что, девушка? Я в данном контексте почтальон, а не мусорщик. До свидания. До свидания. Так, народ, разбираем письма. Тихо, тихо, не всем скопом. Перепечка, давай раздавай по очереди. Так. Гончар. Давай. Ну-ка, пляши. А тебе стриптись, не станцевать? Петь, давай письмо, а то сам будешь чечетку отбивать. Так. Держи. О, варнава. О, от мамки. Не, ребят, так неинтересно. Ну, что никто не танцует? Ну, это тогда сами разбирайте. Неинтересно ему. Так, напоминаю, у нас сам подготовка, так что читаем в режиме онлайн. А это как хоть? Это письмо под партой, конспект на парте. А то зайдет полярник, будет вам всем и письмо, и телеграмма. С наложенным платежом. Понятно. Нинь-ка. Слышь, Гончар, что пишут? Нормально пишут. От родителей? Брагин, что тебе надо? Да ничего. Ну и отвали. Да я по делу, Гончар. Хочешь, я сегодня место Красильникова отнивалю? А с чего это вдруг такая щедрость? Ну, ради такого дела, чтобы я там пятаки начистили, я готов фонарь оттащить. Так, отвали, Тиму Роиц, понял? Я как-нибудь сам этот кипиш разгребу. Серег, ну сколько можно-то, а? Ты до сих пор думаешь, что это я по роде, а звукой можно настукивать. Так, ничего я не думаю. А тебе еще раз повторяю. Поймай стукача, доставь. Вот тогда и поговорим. Понял? В общем, ребята заинтересовались. Если не передумал, сегодня после обеда встретишься с представителем 4-го батальона. Да, только просили передать, чтобы все чин-чинарем было. Ну, футляр, документы, если есть, чистое стекло, понял? Спасибо. Отомстишь. Да, Красильникова позови. Хорошо. Крас! Ну что, передал письмо? Относительно. В смысле? Ну, и передал, не передал. В общем, письмо дошло, а содержания нет. Потому, как было порвано. Что, даже не прочитала? Не прочитала. Извини, дружище, сделал все, что смог. Да нет, все нормально. Спасибо. Да. Деньги забери. Нет, ты что, мы же договорились. Забери, забери. Во-первых, не по пути было. Во-вторых, не тот случай. Не вешай нос. Ой, что же меня так пугает? Виноват. Получается, что зашел как раз вовремя. Вовремя что? Зашел еще мгновением, просто вы разминулись. Ну, да, это была бы трагедия. Да нет, просто пришлось бы заехать к вам вечером домой. Честно говоря, для меня этот вариант был бы более предпочтительным. Нет, тогда очень хорошо, что мы с вами встретились сейчас. У вас что? У меня? Вот. Один билет вам, один мне. Станислав Петрович. Итальянская опера в Москве. Станислав Петрович. Не надо ничего говорить, обратно не возьму. Станислав Петрович, это... Завтра в шесть. Я буду вас ждать. Всего доброго. Леночка. Да, Светлана Кирилловна. Вы любите итальянскую оперу? Итальянскую? Ну, если честно, ощущение, какое не люблю. А вы сходите, посмотрите. Может, полюбите. Завтра в шесть. И последнее. В воскресенье в наряд заступают. Дежурные по роте. Младший сержант Лосинский. Я. Дневальные. Полищук и Ермаков. Я. Вопросы есть? Я. Нет. Вольно разойдись. Слышь, Гончар. А ты что меня из наряды выписал, а? Мне твои подачки не нужны. Видали, как сознательность народа растет. Никто в вал не хочет. Все в наряды ргутся. Слушай, Гончар, я с тобой серьезно разговаривал. Так, руку убрал. Это раз. Красильников, ты же так в вал хотел. Так что возьми и распишись. Это два. А я больше не хочу. Это три. Ага. Со мной боишься встретиться? Чего? Ничего. Считай, что я тебя для себя в вал выписал. Понял? Или ты забыл, что мы с тобой должны встретиться, поговорить по-мужски? Чего молчишь-то? Или ты был такой смелый, пока между нами Прохоров был? Где и во сколько? Во сколько хочешь? Два часа. Место сам назначай. Три остановки на троллейбусе парк знаешь? Найду. Найди. Чего он хотел? Справедливости. Ладно, пойдем. Слышь, Крас, а ты правда будешь с ним махаться? Да, я буду. Крас, нафига тебе это, а? Ну, разобьете вы друг друга мордой. Ну, а дальше что? Гемора просто не берете, вот и все. Слышь, если кто-то и придет с разбитой мордой, то это буду не я. Понял? Крас, ты слишком самоуверенный. Гончар, он тоже не слабый, понимаешь? Он в армии слушал. Мне по барабану. У тебя психология петуха. Слышь, сырой, ты что, за петуха ответить хочешь? Да, да, да. Давай сейчас со мной поделись, вообще зашибись будет. Ребята, что хотела? Да, действительно. Парни, вы правы. Ну, как же я не пойду? Вы же меня первые уважать перестанете. Вот что, мужики, давайте завтра на стрелку пойдем все вместе, а там мы замнем конфликт. Если получится. Получится. Да, давайте. Скажи, пожалуйста, у тебя на завтра какие планы? Воскресные. Тренажерный зал, библиотека, дискотека. Диван, телевизор, диван. Ты что, завтра никуда не пойдешь? Нет. Хотя не знаю, может, к Ленке схожу. По какому поводу допрос? Просто так. Просто так ничего не бывает. Ну, хорошо, хочу узнать, будут ли у нас завтра в доме гости? Какие гости? Тебе виднее, в училище увольнения. Ну и что? Доченька, просто появление в нашем доме симпатичного курсанта в последнее время стало очень доброй, хорошей традицией. В этом доме больше не будет курсантов. Ну, а почему? По определению. Ну что, граждане временно увольняющиеся, напоминаю вам, что улицу возле училища надо переходить аккуратно. И сначала нужно посмотреть, куда? Налево. Сначала нужно посмотреть под ноги перепечка, а уж потом налево. И второе. Как справедливо заметил курсант перепечка, налево нужно только смотреть, а не ходить. И третье. Вопросы есть? Никак нет. Ты смотри, полярник сегодня оригинален. Ну и на закуску. Хочу напомнить всем, что в городе зверствуют патрули, и вы не должны им дать ни малейшего шанса. Возвращение из увольнения точно в срок. Вечером, надеюсь, увидимся со всеми. А нет, без коронки никак. Ну что, увольнительные у всех есть? Так точно. Мобильниками вооружились? Так точно. В случае чего, телефон экстренной помощи какой? Не понял. Товарищ капитан, ваш телефон у всех записан. Да и ротного. Но это только в экстренных случаях. А так лучше не вспоминать, ясно? Так точно. Ну что, граждане временно увольняющиеся, а? Через пять минут построение на КПП. Разойдись. Курсан, красивый. Про два часа на корку записал? Себе запишу. Будь спокоен, я это запомнил. Самое главное, чтобы ты дорогу не потерял. Крас, да не парься, разрулим твою ситуацию. Слышь, мужики, я где-то к половине второго подбегу. Мне сначала надо к Ольке забежать по делам, ну а потом ее вернуть. Ну давай, мы к двум подойдем. Ну все, увидимся. Как тебе удалось так быстро-то вернуться? Да, что-то не досидел я до конца отпуска, вышел на службу, а меня сразу. Командировку. Ясно. Я рад. Да я тоже. Слушай, пап, вот это тебе. Что это? Деньги. Какие деньги? Наши, российские. Так. Во-первых, я ничего не возьму, а во-вторых, откуда у тебя столько денег? Какая тебе разница? Да в том-то и дело, что большая. Так. Ты что, продал мой подарок? Слушай, хватит говорить глупости, вот он. Давай, кстати, сфоткаемся. Подожди, ты не ответил. Откуда у тебя такая сумма, Леш? Считай, что я их заработал. Мне просто больно смотреть, как ты перезанимаешь свой долг. Да нет, у меня никаких долгов, понимаешь, Лешенька, нету. Я знаю, что есть. Ладно, пап. Мне надо бежать, у меня в два часа другая встреча. А сейчас сколько времени? Без десяти двенадцать. Подожди, а где твои часы? Какие? Да и эти, навороченные, которые тебе твой этот подарил. А? Я их разбил на марш-броске. Такие часы разбить невозможно. В армии все возможно. Так, я все понял. Значит так, спрячь деньги, я их не возьму. Слушай, пап, я тебя умоляю, возьми эти деньги. Ну, я не знаю, что мне делать. Папа, я тебя прошу по-человечески. Ну, хорошо. Слушай, Еще я очень хочу, чтобы это была последняя проблема в нашей жизни. Я все для этого сделаю, я обещаю. Танцуют. Вот, тоже. Вояки. Слушай, что-то мы рано пришли, на сорок минут раньше. Надо было сырника и сухого там подождать у входа. Слушай, парни, может я один поговорю, а? Ты чего? Ну, он тебе одного точно наваляет. Да не наваляет он мне. Тоже ему. Подождите, мы же просто на разговор пришли. Без крови договорились же. Ну, ты представь, он увидит, что нас утрое. Так и поверит, что мы на разговор пришли. Подумает, что я тупо подмогу привел. Пусть думает, что хочет. Важный результат. Давайте посидим, подождем. Да, давайте. Да. А вот и смысл парка культуры и отдыха. Народ культурно отдыхает. У нас что, в деревне разве не так? Не, у нас в деревне нет парка. У нас тоже. Но у нас есть одно такое местечко, зарощей, оно такое уютное. И там туда ходят местные ребята на нихаться. Эй, вояки, ты курить есть? Слышишь, гражданский, мы не курим. А ты кого гражданским назвал? Парень, тебя что, со слухом проблема, что ли? Крась, ты что заводишься, успокойся. Извините, мы не курим. Не, я не понял, вы военные. Должны оберегать покои гражданских. А ты, пацан, хамишь. А мы на вас, козлов, еще налоги платим. Да. А они, Миха, нам сигаретой помочь не могут. Да. Вообще в пузырь лезут, в камикадзе. Родной, ну тебе же сказали, мы просто не курим, вот что дело-то. Курсантики, вас же никто не спрашивает, курите вы или нет. Вам сказали, нужна сигарета, понимаете? Ты сейчас один встал и пошел, принес оттуда, где есть. Ну ты глянь, горды какие, за дыма в падлу сгонять. Слушай, а может мы им дадим? Прикурить. Слышишь, мужики, вы, кажется, шли куда-то. Ну вот и идите. Слушай, я смотрю, ты борзый курсант, да? Ну и что? Да это ничего, просто я три года в морфлоте отслужил, и ты должен, по крайней мере, подняться, когда со мной разговариваешь. У тебя на лбу не написано, где ты там отторобанил. Я же тебе сказал, встань, я тебе лично напишу на лбу всю мою флотскую биографию. А может ты мне пропечатаешь, морячок? О, этот шрик откуда нарисовался? Да, ну вот теперь знайте. Привет, Настюша. Леша, привет. Выйдите, я вас догоню. Привет. Слушай, а что ты делаешь возле театрального? Я, у меня есть подруга учится, я к ней в гости заезжала. Привет. А ты что здесь делаешь? Да я тут по делам. Понятно. А ты не говорил, что у тебя увольнение сегодня? Да я тебя хотел вечером набрать. Ну, значит, на звонке сэкономил. Да нет. Пойдем погуляем. Слушай, я не могу, у меня еще одно важное дело. Ну ладно, дело так дело. Слушай, ну я серьезно. Только не обижайся, хорошо? Я не обижаюсь. Я позвоню. Надо мне на тебя обижаться. А я, братух, тут мимо проходил. Гляжу, а тут концерт намечается. Бесплатный. А я страх, как люблю бесплатный концерт. А кто тебе сказал, что он бесплатный? А для военных многое бесплатно. Я там край муха слышал, ты в армии служил? Не в армии, а на флоте. Один хрен. Это вам сапогам один хрен, а нам, морякам, есть разница. Короче. Я тоже служил. Давай шансы уравняем. Ты же у нас специалист по печатанию. Вот так пропечатай мне. Мальчик, где она нарывается. Ага, стеночка на стеночку выходит. Миха, зови наших. Так, стоп, мужики. Слышь, моряк, если ты реально служил, успокой своих граждан. Давай это будет нашим вопросом. Окей. Мужики, идите пить пиво. При любом раскладе это будет раз на раз. Нормально? Так нормально. Только раз на раз не приходится. Ну что, пойдем? Пошли. Здравствуйте. Вот такого пять порций. Спасибо большое. Возьмите, избеждач. Слушай, а хорошо ты ему с правой засадил. Хороший удар. На морячок тоже ничего. Пару раз меня зарядил. Ногами машет, как вандам. Вот моряк, урод. Он не урод. Пацан слова оказался. Сказал раз на раз, никто и не дернулся. Да мы тоже вроде не дернулись. Слушай, Серега, в любом случае, спасибо тебе. Спасибо. Вы что думаете, я за вас вписался? Суворовцы недоделанные. И школьники такие же. Я за честь мундира. Ладно, детвора. Пока. Готовы. Привет. Разбирайте ускоритель переговорного процесса. Ну что, к переговорам готовы? Ага. Только они уже состоялись. Не понял. Во что, поздал? Да нет, это гончар раньше времени пришел. Раньше и вовремя одновременно. Мужики, а что-то нифига не грубать. Привет, мужики. Здорово. Слушай, я сейчас встретил гончара. Кажется, ты ему на губе нарисовал. Да это не я. А кто? Кто-кто? Моряк в пальто. Если я не ошибаюсь, Вадим Юрьевич? Так точно. Извините, что не смог принять вас в офисе. Выходной. Ничего. Спасибо, что подъехали. Ну что ж, давайте познакомимся. Вадим Петрович Сырников. Вадим Юрьевич Сырников. Ну да. Конечно. А как же вы меня нашли? Леша подсказал? Да нет. По имени, фамилии и отчеству. Согласен. Глупый вопрос. Ну и о чем же мы с вами будем говорить? Алеша. Нинчарь. Что у тебя с лицом? Так это, я... Мы... Мы в парк ходили, товарищ майор. На каруселях кататься. Угу. Да. А его что, за ноги по асфальту катали? Оставить. Никак нет. Просто понимаете, там крепление сломалось. Знаете, вот такие вот, на цепях. Вот. И он упал. Ну и губой передний кресло. Уверен? Так точно, я сам видел. Я тоже видел. Я как раз на переднем сиденье катался. На которую он ударился. Сколько вам лет, что вас на карусели-то потянуло, а? Вы бы еще на шариках воздушных полетали. Отставить! А ты, Гончар, напишешь объяснительную, понял? Так точно. Руки покажи. Руки покажи. Переверни. Это что такое? Это я, когда с карусели падал, руками тормозил, товарищ. Да, пять метров пропахал. Вадим Юрьевич, мне очень интересно с вами поговорить, но я не совсем понимаю цель нашей встречи. Извините. Цель очень проста. Что это? Это ваши деньги. Какие еще деньги? Ваши. За часы, которые вы подарили, Леша. Не понял. Извините, что не могу вернуть сами часы. Но вот деньги. Вадим Юрьевич, вы, наверное, не совсем меня понимаете. Я думаю, это вы не совсем понимаете. Всю ситуацию с Лешей. Я все-таки его отец. Товарищ подполковник. Да слушайте! Пожалуйста. Мы с вами оба мужчины должны понять друг друга. Понимаете? Я не могу ему дать то, что в последнее время давали ему вы. У нас с вами слишком разные весовые категории. А Леша... Он пока не настолько мудр, чтобы делать правильные выводы. Я вас очень прошу. Я вас услышал. Товарищ подполковник. Василий. Вадим Петрович. Клоуны. Нашли, что сказать? С карусели упал. Теперь все, в училище смеяться будет. Да... Что? Я упала с самосвала, тормозила головой. Да просто первое, что в голову пришло. Первое, это борщ сухой. Я тебя не просил за меня расписываться. Сам бы нашел, что сказать. Серега, слушай. Давай все, что раньше было, замнем. Какой это радости? Ну, ты же за честь мундира махался. Ну? Ну что, мундира у нас разные? Да пошли вы. Суворовцы недоделаны. И школьники такие же. Что это было сейчас? Это была смактитика. Ну, тогда я вояка отбитый. Это ты с унишком. Отбитый. Отбитый. Осторожно, осторожно. Отбитый. Отбитый. Отбитые. Отбитые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова